Здравствуйте, я Лилия Игликова. Продолжаем разговор о трёхязычии. В студии зоны КАЗ политолог Расул Жумалы. Расул, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш пост в Фейсбуке. Гражданину с казахским, но без знания русского языка, путь на госслужбу, большой бизнес, науку, информацию заказан. Зато гражданину с русским, без знания государственного казахского, открыты все двери. Вы настаиваете на этом утверждении? Как это может касаться, например, бизнеса? Ну, во-первых, это не мои придумки. Достаточно выйти на улицу, зайти в любой магазин, зайти в любое курсы учреждения. Вы в этом убедитесь. Вы не найдёте ни одного госслужащего у нас, к примеру, который не знал бы русского языка, зато очень много, которые почти все знают русский язык. Наверное, Казахстан в своём роде только единственное такое государство во всём мире, в котором государственный язык, язык государства, конституционный язык, не знают министры некоторые, не знают некоторые депутаты, не знают некоторые акимы. Смешно представить, да, чтобы язык своей страны не знали. Это то, что касается, скажем, государственной власти и политики. Ну, касательно, скажем, той же экономики, того же бизнеса, я не говорю про центральные регионы, про северные регионы Казахстана, да, где ситуация гораздо более хуже. Зайдите, пройдитесь по магазинам, по общественным заведениям в Алма-Ата, в крупнейшем мегаполисе, да, вы убедитесь в том, что единственный дискриминируемый язык на уровне бизнеса и экономики – это казахский язык. Везде русский язык, везде русские надписи. Кассиры, обслуживающий персонал, в обязательном порядке знают русский язык, но не обязательно знают казахский язык. Я сам часто сталкивался с тем, что прихожу, прошу оказать мне услуги на казахском, и говорят, говорите на русском, мы казахского не понимаем, да, ощущение, будто живешь в другой стране. Вот тогда я и говорю, да, и это, мне кажется, общепризнанный факт, то, что с русским языком, без знания казахского языка, действительно, все двери открыты, де-факто, до сих пор, маленькие какие-то, может быть, шажочки еще делаются, но они никак не отвечают духу времени сегодняшнего, казахский язык до сих пор не востребован на всех уровнях общественной жизни, начиная от политика, от власти, кончая, скажем, бытовыми какими-то даже вопросами. И это, конечно, большая трагедия. Почему? Потому что государственный язык – это не просто же, скажем, надпись в Конституции, да, это не просто требование закона, это не просто средство общения между людьми, это прежде всего государство, образующий фактор. Посмотрите на опыт Европы, Азии, арабских государств, да, во главу угла в плане формирования общности, единой общности, целостности, понимания того, что это моя земля, я уважаю ее язык, ее культуру, ее традиции, служит именно язык. То есть язык – это фундамент, который создает личность, который создает мировоззрение, который создает ценности, поскольку именно с языком и через язык приходят культура, традиция, менталитет, мировоззрение, преданность к этой стране, в конце концов, патриотизм. И когда казахский язык до сих пор вот так забивает в угол, это есть серьезная проблема не только лингвистического плана, не только филологического плана, но это огромное политическое упущение нашего государства. Посмотрите, что значит русский язык, допустим, для России. Это важнейший нация, консолидирующий фактор. То же самое для Великобритании, английский язык, то же самое для Франции, французский мир. Там живут различные народы, не значит то, что только Казахстан, поликонфессиональное, полиэтническое общество. Но и Франция, допустим, там живут и арабы, и африканцы, и перцы, и афганцы. Но всех их объединяет, как французов, как граждан Франции, знания французского языка. Мы этим занимались все эти 25 лет, спустя рукава, формально, шапкозакидательством занимались. По факту до сих пор у нас нет единого обменяющего языка. — Но ведь по факту спрос определяет предложение. Вы говорили о бизнесе на примере магазина. Ведь на самом деле 90% покупателей, а может быть даже и больше, обращаются к продавцу на русском языке. — Ну, знаете, таких замеров именно никто не проводил. Раз. Во-вторых, эти 90%, они могут быть 90%, может быть 95%, может быть 55%. В основном они обращаются, в том числе и я, зачастую из-за того, что я понимаю то, что этот кассир не знает казахского языка. Я вынужден говорить на его языке, чтобы меня поняли. Хотя нарушаются мои конституционные права, потому что я вправе на своем государственном языке получить услуги в любом месте. В магазине, в акимате, в цоне, везде. Нарушаются мои права, но поскольку я не хочу проблем, я не хочу ходить разбираться с администрацией, я таким легким путем ухожу. И это упущение не каждого отдельного гражданина. Возможно, даже это не упущение работодателя в данном конкретном магазине, который идет легким путем. Это огромное упущение государства, которое не требует элементарного соблюдения Конституции. С собой же принятых законов о том, чтобы было 50 на 50, речи не идет о не смещении русского языка. Пускай тот же продавец в том же супермаркете хорошо знает русский язык, но хорошо знает и казахский язык. И когда он будет говорить на казахском языке, когда услуги квалифицированные будут предоставляться на государственном языке, я уверен, вот эти 90%, которые возможно да, возможно нет, они автоматически превратятся где-то в 30-40 в лучшем случае. Хотя бы исходя из демографических показателей нашей страны. О необходимости развития казахского языка говорится уже давно, но за 25 лет независимости страны мы очень мало продвинулись в этом направлении. Как вы считаете, почему? И можем ли мы теперь замахиваться на трехязычие? Ну, трехязычие тема отдельная. Мне кажется, причин много, почему мы не продвинулись с точки зрения популяризации казахского языка, и чтобы его сделать действительно не только формально, но и практически на опыте государственным языком. Причин здесь много, но самая главная причина, мне кажется, это в политике власти, которая все это время весьма формально, весьма поверхностно занималась этим вопросом. И самое главное, она не подавала собственный пример. Она сама не говорила на казахском. Она сама отказывалась. Я уже говорил о том, что до сих пор многие акимы, многие депутаты не знают казахского языка. Как можно руководить страну, языка которого ты не знаешь? Представьте, чтобы, допустим, в России Медведев не знал русского языка. Представьте, чтобы, скажем, Мадлен Олбрек в Америке не знал английского языка. Все будут крутить пальцем у виска. У нас, к сожалению, это до сих пор происходит, вот этот постимперский, постколониальный синдром, вот эта до сих пор инерция ориентации на Россию, оно присутствует. И поэтому, когда власть сама остается русскоязычной, посмотрите на заседание правительства, посмотрите на заседание акиматов и парламента, мы убедимся в том, что до сих пор господствует именно русский язык. И вот когда обычный обыватель, гражданин, бизнесмен, предприниматель, он смотрит наверх, все на русском, никакого требования нет казахскому, у него у самого теряется, формально присутствуют какие-то курсы, формально изучается язык в школе, казахский язык, но по выходу большинство из них понимает, а мне казахский нужен не будет, потому что требований нет. Требований к должностям, требований в сфере обслуживания, в сфере профессиональному росту, требований к карьеру, можешь стать министром без проблем, если ты знаешь только русский язык. Для того, чтобы вы ощутили разницу между овладением казахским и русским, я приведу такой пример. За 25 лет независимости в Казахстан прибыло более 1 миллиона уралманов, так называемых, наших соотечественников из-за рубежа, которые прекрасно знают казахский язык, турецкий язык, китайский язык, английский язык, но поскольку неужели при совке они не знают русского языка. 25 лет прошло. Без знания русского языка у нас нет ни одного акима из оралманов, миллион с лишним людей, ни одного министра, почти ни одного депутата. Вот вам ответ на тот вопрос, какой язык дискриминируется. Но как вы объясните, например, тот факт, что многие выпускники русскоязычных школ по окончании школы двух слов на казахском связать не могут. Можно ли ответственность взваливать на этих мальчиков и девочек? Ответственности на мальчиков и девочек, наверное, нет, поскольку они окружены на 95% русским языком, включат телевизор, на улице общение, все на русском. Каким-то образом это надо менять. Само собой это не утрясется и не решится. Я всегда в этом плане вспоминаю пример Израиля. Я его часто привожу в пример. Но один из таких лингвистических примеров, это когда Израиль создалась как государство. Мы говорим, язык это нация, формирующий фактор. Тогда еврейские активисты, сионистские активисты, они из небытия возродили язык еврит, который за 2000 лет до этого был утрачен, забыт. Они его заново создали, заново начали говорить. Им очень сложно было это сделать. На абсолютно новом, придуманном языке, начиная что-то делать. Буквально через 10-15 лет весь Израиль говорил на иврите. И он до сих пор прекрасно знает иврит. Многие ребята, я сам в Израиле работал, знаю то, что они могут английский не знать, они арабский могут, но иврит они должны знать обязательно. Я к чему? Это не просто язык такая среда, которая само собой эволюционно развивается. Ему должны быть даны четкие стимулы со стороны государства. Так вот, если власть у нас заговорит по-казахски, я уверен, с завтрашнего дня и бизнес начнет тянуться на казахском, и предпринимательство, и культура, и информация, и так далее. И наоборот, то, что мы все эти 25 лет наблюдаем. То, что касается английского языка, мне кажется, замах уж слишком необдуманный. Конечно, английский язык – это веяние сегодняшнего дня, его надо бы знать. Но здесь опять входить в какую-то компанейщину, шапка закидательства, то, что все поголовно должны знать английский язык, мне кажется, это чересчур. Ну, зачем, допустим, доярке, либо там слесарю английский язык? Мне кажется, если ему нужно будет, он выучит язык. То есть язык, если мы говорим о необходимости и востребованности, это должен быть государственный язык без разговоров. Государственный язык с детского сада, затем средняя школа, затем высшее учебное заведение и требования на разных ступенях, в разных сферах. Второй, третий язык – это выбор человека. Он считает, нужен мне будет, я наукой занимаюсь, мне нужна будет английская терминология. Пускай средняя школа предоставит ему такую возможность, и дальше он усиленно этим занимается. Те, кому не нужен, допустим, тот же русский язык, не нужен немецкий язык, зачем его надо заставлять это делать? Если ему профессионально это не нужно. Это второй момент касательно английского языка. И третий момент, мы уже, если говорим о трехязыче, когда государство, когда министерство образования требует от 7-летних, 8-летних детей переходить на трехязыче, тогда, когда сами даже не владеют, не то чтобы английским, даже на нормальном уровне казахским языком, мне кажется, это очень неправильно. Вообще, когда к чему-то хорошему призываешь, идет ли речь о простом гражданине, о общественном лидере, о политике, должно быть моральное право. Ты сам должен соответствовать этому устоянию, этому правилу, тогда ты имеешь моральное право. Ну, как можно призывать человека, допустим, не брать взятки, если сам взяточник? Как можно призывать людей экономить, если сам миллиарды тратишь на то и? То же самое с трехязычным. Ребята, вы сами овладеете хотя бы двумя языками, казахским и русским, а потом уже за 25 лет вы сами не овладели казахским языком, сейчас за считанные месяцы требуйте перейти от этого, от маленьких детей. Мне кажется, здесь очень большая вот такая моральная несоответствия, скажем так. Многие эксперты считают, что именно развитие экономики влияет на развитие языка. Например, развитие английского языка продвинулось значительно вперед вслед за американской экономикой, новыми технологиями и так далее. Если взять пример Казахстана, то, например, в Ак-Тубе многие могут уже поздороваться на китайском языке. И это определяет, может быть, политика китайской стороны в компании Ак-Тубе Муна и Газ. Как вы считаете? Я, в принципе, не согласен с такой постановкой вопроса. Зададимся вопросом, как Китай стал такой замечательной, продвинутой страной. Либо как Америка стала. Там, я думаю, не было так, что давайте мы сначала поднимем экономику, а потом начнем английский язык изучать. Либо в Китае, давайте мы сейчас очень классно развимся, а затем китайский язык начнем попасть. Было наоборот. Сначала они состоялись как нация, прежде всего на основе китайского языка, либо на основе английской цивилизации. Они стали самодостаточными, они почувствовали себя нацией целостной, продвинутой, прогрессивной, на основе своих вековых условий. А уж затем уже произошло китайское экономическое чудо, корейское экономическое чудо, подъем нации в Европе. Всегда зачинателем какого-либо прогресса, если посмотрим на опыт любого государства, они разными путями к этому шли, но всех их объединяет одно. Во главе прогресса лежало не материальные богатства этого государства, не природные ресурсы, не огромные территории, невыгодное расположение. Нет. На основе всего лежала нация. Человеческий фактор тот самый, талант нации, которому вправляли крылья, которому давали возможность эти таланты развить. В результате чего? В том числе на основе китайского языка. Китай поднялся. А уж затем уже китайское влияние, китайский язык начал покорять весь остальной мир. То же самое было с англичанами, с американцами, французами. И здесь ставить телегу впереди лошади мы не должны. Давайте мы сначала экономику как-то поднимем, хозяйство поднимем, а уж затем после этого будем переходить. Так не бывает. Это сказки, это фантастика. Должно быть наоборот. Сначала нация, цельная, продвинутая, объединенная общей целью, общими планами, на основе демократических ценностей, раскрепощенная, а уж затем, когда этой нации будут давать возможность, она может создать то чудо, которое мы уже перечисляли, либо тот же Израиль. Я говорил, клочок земли на камнях и песке во вражеском окружении, но у них была самая главная, вот эта национальная идея на основе того же еврита, того же языка. И что они сделали? Мне кажется, надо начинать с того, что признавать очевидное и лошадь ставит впереди телеки. В Казахстане готовится очередная школьная реформа в ее основе идея трехязычия. Как вы считаете, что мы получим, если дети, школьники начнут изучать базовые предметы, например, на английском языке? Мы получим абсолютную билиберду, мы получим целое поколение, которое будет просто утеряно. Просто утеряно. Почему? Потому что это снова же не придумки каких-то политологов, это общемировой факт, доказанный, которым, кстати, руководство все остальные страны мира. В Англии тоже, в Корее, в Китае вы не найдете двухязычий, трехязычий, четырехязычий. Там везде есть одно язычие, государственный язык, по которому дети, начиная с детсада, средняя школа до 12 лет, до 6-7 класса, все постигают на государственном языке. А уж затем уже идут иностранные языки, по выбору, консультации, либо какие-то кружки и так далее идут. Второй, третий языки — это первый момент. То есть везде до 12 лет мальчик, девочка должны получать образование на своем языке, чтобы у него сформировался вот этот каркас, вот эта база, на основе которой он постигает окружающий мир. Мы уже говорили, язык — это не просто форма общения, это мировоззрение, это сущность, лингвистическая сущность человека. Тот же иностранный язык, когда ребенок изучает. Вот вы знаете несколько иностранных языков, я сам через это проходил, да, чтобы изучить английский язык, ты должен, прежде всего, основу, на котором ты будешь понимать этот язык, в данном случае казахский, знать очень хорошо. У тебя должен быть очень солидный словарный запас, чтобы понимать различные семантические оттенки, различные сравнения. Если ты свой язык, базовый, нормально не усвоил, как ты можешь освоить второй язык, как ты можешь освоить третий язык, да, это второй момент очень важный. Третий момент в языке, вот уже наша действительность, мы толком-то не смогли довести дело до реального двуязычия. Об этом много говорилось, на это много денег выделялось. По сути, у нас общество до сих пор по языковому плану разрознено. У нас есть русскоязычная среда, у нас есть казахоязычная среда, при том, что из казахских школ ребята действительно выходят выпускники билингвистами, двуязычными, они и казахский прекрасно называют, они и русский, в русскоязычных школах ситуация очень трагическая. Они выход с одним языком, поэтому, когда мы говорим о том, чтобы подтянуть, давайте мы, во-первых, справимся с тем, чтобы у нас получилось хотя бы вот это двуязычие, да, а не замахиваясь на третий, четвертый язык, по четвертым кое-кто имеет в виду еще и китайский, да, давайте мы как-то до ума доведем вот это двуязычие, и в этом плане, я считаю, не надо придумывать сейчас трехязычие, четырехязычие, а элементарно русскоязычные школы по степени успеваемости, по степени показателя на Олимпиаде, по степени получения ЕНТ, по степени овладения казахским и русским языком, давайте мы их подтянем хотя бы до уровня казахских школ, это будет уже хорошо. Вы уже говорили, что на изучение языков государство потратит огромные деньги, но неэффективно, почему бы, например, не открыть бесплатные курсы для всех желающих, может быть, результат был бы намного лучше? Предложений очень много, давайте откроем курсы, давайте предоставим те или иные возможности для обучения онлайн или офлайн и так далее, да, наверное, это все должно быть, хотя мы помним то, что в 90-х подобные курсы были, в начале 2000-х они были, может быть, не так квалифицированно работали, не такие были хорошие педагоги, но это должно быть, я считаю, но этого недостаточно, этого недостаточно, почему? Потому что в каждом процессе должно быть предложение, должно быть условие, но должны быть и требования, да? Ребят, вот вам возможность изучить казахский язык, вот вам соответствующие опции, но имейте в виду, что через год, через два, через пять мы будем вас требовать, да, а требовать по тем же самым должностным обязанностям, по той же самой карьере и так далее, тогда уж извиняйте, вы вам предоставили возможность. Вот таких требований до сих пор нет, мы сейчас говорили про магазины, про обслуживающие там те или иные органы, такие требования до сих пор четко не выставлены, даже уже принятые решения не исполняются. Вспомним, допустим, принцип 50 на 50 в средствах массовой информации на том же телевещании, которое до сих пор очень грубо нарушается, нету никакого языкового паритета, даже 50 на 50, хотя по демографичным показателям это должно быть как минимум 70 на 30 в пользу казахского языка, этого нету. Посмотрите, там основные наши сетку вещания, днем 90% это русский язык, где-то в 3-4 утра, когда никто не смотрит казахский язык, казахская музыка. Это нарушается уже сейчас, поэтому в дополнение к этим курсам, учебникам, которые надо несомненно подтягивать, преподаватели, либо администрации тех школ, выпускники которых по 10-11 годам обучения де факто не владеют казахским языком, таких надо увольнять. Распорядители тех программ по поддержке государственного языка, которые выделяют действительно огромные деньги, куда делись эти деньги, неизвестно. Их тоже надо разбираться и призывать к ответу, каким образом эти деньги ушли на ветер, да, и действительно заниматься реальной языковой политикой, но не только через открытие курсов, через создание условий, но через открытые прозрачные требования, требования к обществу о том, что казахский язык необходимо знать, это ваше будущее, это не просто, скажем, только лишь требования, это скорее даже опека, забота со стороны государства, со стороны властей о будущем поколении, чтобы они не остались за бортом, чтобы они также участвовали в принятии решения, чтобы они также баллотировались в депутаты, чтобы они сидели в кабинете министров. Это дело не просто казахоязычной части нашего общества, да, это дело всех наших сограждан, повторюсь, для которых тема языка это не просто тема консолидации, фактор консолидации, но это фактор того, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей стране, они делали карьеру научную, политическую, предпринимательскую не где-нибудь за границей, а у себя дома. — Я думаю, что идея хорошая, желающих посетить, прослушать эти курсы было бы очень много, потому что на самом деле сегодня уроки по изучению языков стоят совсем немало, и не каждый при маленькой зарплате может себе это позволить. Но, Расул, вы очень много говорите о необходимости развития казахского языка. У меня вопрос такой, что лично вы делаете для этого? — Ну, я много сделать не могу. Начнем с того, что у каждого человека возможности ограничены. Я пытаюсь, насколько это возможно, разъяснять то, что я, допустим, сейчас сделаю, необходимость казахского языка, довести до наших граждан то, что будущее Казахстана — это казахский язык. Кстати, это лозунг принадлежит президенту Назарбаеву. Президент же Назарбаев ставил перед обществом задачу о том, чтобы к 2020 году 95% наших граждан говорило на казахском языке. Это разъяснительная работа, то, что я делаю. Это работа аналитическая и просветительская через те каналы, которые я имею, через средства массовой информации, через статьи, через интервью. Это, во всяком случае, моральная поддержка тех ребят, которые занимаются уже на поле, на практике популяризации казахского языка. Самое главное, здесь мы должны понять, конечно, инициатива на местах, либо инициатива конкретных индивидуальностей — это приветствуется. Но мы не должны заниматься тем, в целом, то, что обязано делать государство. Оно на это собирает с нас всех налоги. Все деньги, все возможности, все финансовые, организационные ресурсы в руках государства. И пока государство не будет этим заниматься, пока общество не будет требовать этого и контролировать этот процесс, мало что получится. Потому что те или иные частные инициативы, они не могут заменить всю вот эту государственную машину, которая работает зачастую именно в этом вопросе, на холостых оборотах. Поэтому главное, чем я занимаюсь и думаю, то, что в этом есть коэффициент гораздо большего полезного действия, когда я больше пытаюсь довести вот эти требования, вот эти настроения в обществе до органов, которые принимают решения. Но, тем не менее, вы признаете, что эти частные инициативы, это общественно полезная работа, дает больше эффект сегодня, чем то, что мы имеем в виду. Оно дает больше эффект? Ну, опять, мы должны понять то, что у нас, коль скоро мы являемся государством, основанным на нашей Конституции, у нас есть распределение обязанностей, у нас есть власть, у нас есть государство, которое, как мы видим, со своими обязанностями не справляется. Это языковой вопрос, о котором мы говорили. Это земельный вопрос. Помните, парламент тихим сапом пропустил этот закон, начались проблемы в обществе, начались митинги, демонстрации. Потом парламент как-то отодвинули в сторону, создали комитет по земельным вопросам. Также сейчас по языковому вопросу начинает происходить, буквально на той неделе произошло очень широкое вот такое дискуссионное поле, организованное газетой Жасалаш и фондом Булатхана Тайжана, именно в отношении трехязычек, на которые были приглашены различные заинтересованные стороны, в том числе представители Министерства образования. Снова же, а куда смотрело само Министерство образования, куда смотрел парламент, да? Если каждый раз они остаются не у дел, вместо них их работу начинают исполнять всякие комитеты, всякие круглые столы, как-то у нас, получается, зря сидят, да? Зря обсуждают эти вопросы. По-хорошему, если мы будем подходить уже к мировому опыту, да, в той же Германии, в той же Франции, не создают вот этих отдельных земельных комиссий при правительстве, при парламенте. Там парламент действительно представляет интересы народу, все копии ломаются там, дискуссии происходят там и принимаются выверенные решения в интересах общества. Так вот, на отношении казахского языка я считаю, что, конечно, частная инициатива приветствуется, ее надо поддерживать и так далее, но сделать из нее панацею, говорить, вот вам надо казахский язык, вот вы разбирайтесь, вот вы там открывайте всякие кружки, а мы как сидели, как будем говорить на русском, так и будем продолжать. Вот этого не должно быть. Спасибо вам за интервью. Пожалуйста.